Друзья, всем привет! В этом видео расскажу, как купить криптовалюту с банковской карты, ну и потом продать. Использовать мы для этого будем peer-to-peer площадку на бирже BitGet. Почему BitGet? Потому что на ней действуют нулевые комиссии мейкера и тейкера, то есть при peer-to-peer обмене никто не платит дополнительные комиссии. Обширный выбор местных банков, то есть вы можете выбрать любой на свой вкус, и я вам это покажу. Очень низкий порог входа, то есть вы можете совершать транзакции, начиная буквально с 500 или 1000 рублей. Но лучше это делать, начиная с 5000. Но даже для небольших сумм вы сможете найти мерчантов. Давайте я покажу, как это все работает, и вы сами поймете, насколько это удобно. Давайте переключаемся на другую камеру. Вот мы сейчас находимся на главной странице биржи, и для того, чтобы перейти в раздел peer-to-peer торговли, нужно нажать кнопку «Купить криптовалюту» и выбрать peer-to-peer торговлю. И вот здесь как раз показано, что нулевые комиссии. Ни покупатель, ни продавец не платит комиссию. Итак, здесь у нас есть две вкладки «Покупка» и «Продажа». Начнем мы с покупки криптовалюты, с банковской карты. Я всем рекомендую покупать именно stablecoin, хотя у вас есть возможность купить сразу и биткоин, эфир или BGB, это биржевой токен, биржа BitGet. Но я рекомендую остановиться на USDT, во-первых, потому что у вас будет больше всего предложений, ну и плюс, если вы хотите купить биткоин, эфир или какую-либо другую криптовалюту, то вы это можете сделать беспрепятственно на споте. Кстати, специально для моих подписчиков я сделал небольшую акцию. Вы можете получить 10 долларов, если воспользуетесь peer-to-peer площадкой. Об этом я расскажу чуть позже. Итак, что же нам нужно для того, чтобы начать пользоваться peer-to-peer площадкой на бирже BitGet? Первое, естественно, вам нужен аккаунт на бирже. Если у вас его еще нет, вы можете создать по партнерской ссылке, которую найдете в описании. По ней вы, кстати, получаете максимально возможную пожизненную 20% скидку на все торговые комиссии. То есть, сходу у вас будет комиссия для торгов на уровне VIP1. Итак, аккаунт у вас есть. Второе, что вам нужно сделать, это пройти KYC. Это верификация по документам. Я рекомендую использовать или водительские права, или ваш паспорт. Можно использовать заграничный. Аккаунт есть, верификации прошли, можно приступать к peer-to-peer торговле. Ну и вам потребуется, естественно, банковское приложение, банковская карточка, с которой вы будете переводить средства продавцу. Смотрите, выбираем вкладку «Покупка». Далее, как я уже рекомендовал, используйте USDT. Тут вы можете выбрать ту фиатную валюту, которую вы будете отдавать. Тут есть широкий выбор всех самых популярных фиатных валют. Ну, в моем случае я пользовался рублями. И далее вы можете выбрать или все, или тот банк, которым вы пользуетесь. Есть Raytheisen. И обращаю внимание, что Росбанк – это Сбербанк, а Красный банк или Редбанк – это Альфбанк. Ну, Тинькофф и перевод напрямую по номер карты и система быстрых платежей. Я пользовался Сбером. Я, кстати, записал полностью процесс покупки. Я его потом отдельно вставлю и перемотаю на основные моменты. Все мерчанты, которые здесь есть, они проверены, поэтому можете без сомнений выбирать того, который удовлетворяет вас по курсу и по объему, который вы планируете купить. Например, если вы хотите купить на, ну, пусть будет 3000 рублей, то есть это небольшая сумма, у вас будет меньше мерчантов. Если вы хотите купить сильно большую сумму, то тоже у вас далеко не все мерчанты такие суммы предлагают. Например, на 300 тысяч будет всего несколько мерчантов. В моем случае я попал на 5500 рублей и выбрал банк Росбанк. Это на самом деле Сбербанк. Выбираете интересующие у вас мерчанты. Вот сверху идут золотые, так сказать, проверенные и наиболее опытные мерчанты. Выбираете, нажимаете «Покупку», выбираете, насколько хотите купить рублей или сколько хотите получить UZT. Я рекомендую именно даже и покупки, и при продаже использовать фиат, потому что банки не любят какие-то стрёмные цифры. Ну, например, вы можете ввести здесь 7000 рублей, и за эти 7000 рублей я получу 83 доллара 88 центов. Способ оплаты Росбанк. И после нажатия «Покупка» вас переведет в окошко. Я оставлю здесь уже записанный кусочек видео и добавлю к нему комментарии. Вот, кстати, видите, из-за того, что я не совершал никаких действий в течение 30 секунд, у меня отменился этот ордер, чтобы продавец долго не ждал, пока вы там сообразите. После открытия следующего окошка у вас будет 15 минут на совершение этой транзакции, то есть чтобы перевести средства по реквизитам. Так, ну вот, начал проигрывать промежуток времени, когда у меня открылось окно с необходимыми реквизитами, на которые мне нужно было перевести 5500 рублей. Там есть имя и 16 цифр. Далее я захожу в свое банковское приложение «Сбербанк». Нажимаю «Платежи», «Перевод клиенту Сбербанка». Копирую номер карточки и сравниваю, действительно ли тот, кто получает. Именно тот, кто указан в объявлении. Все совпадает. Нажимаю «Далее» и оплачиваю. После того, как вы перевели средства по реквизитам, у вас будет возможность нажать кнопку «Оплачено». И сразу вы ее нажать не можете, потому что дается мне небольшое время для того, чтобы вы совершили эту транзакцию. Там идет таймер обратного отсчета. Вот я ее нажал, еще раз проверил, действительно ли я перевел туда и тому. Кнопку «Подтвердить». И остается только дождаться, когда продавец подтвердит получение средств в необходимом объеме. И когда он, это еще называется, отпустит средства, вы их сможете обнаружить на своем peer-to-peer кошельке внутри биржи. И вот после завершения сделки будет предложено посмотреть ваши активы. Вот здесь кнопка «Посмотреть активы». И в разделе «Переду пересчет» я обнаружил ровно ту же сумму, которую и покупал. 65 долларов 92 цента. Это и есть 5,5 тысяч рублей по курсу 83 рубля 43 копейки за один USDT. В целом, ничего сложно, очень удобно. Ту же самую операцию вы можете совершать, как на веб-интерфейсе биржи, точно так же и с помощью приложения внутри вашего телефона. Я проверял, и там, и там процесс не отличается. Ну, лично мне удобнее совершать операции, используя веб-интерфейс биржи. А телефон я использовал для перевода через банковское приложение. Как вы видите, ничего сложного, и все достаточно быстро. Весь процесс у меня занял менее 5 минут. То есть от начала совершения сделки до уже получения USDT на свой пер-to-пересчет на бирже BitGet. Процесс продажи, по сути, ничем не отличается. Вы выбираете вторую вкладку «Продажи». Вы выбираете тот банк, на который хотите получить ту фиатную валюту, которую хотите. Ну, вот, например, рубли. Вы можете выбрать Сбербанк, Альфа-банк, Тинькофф или Райфайзен. Единственное отличие от покупки – это то, что во время продажи вы должны указать способ оплаты. Но это делается в один клик. Вы добавляете банк и номер карточки, и ваше имя пользователя. В принципе, все. Я даже не буду сейчас совершать эту транзакцию. Она, по сути, ничем не отличается. Вы указываете или сколько хотите продать визите, или сколько хотите получить рублей. Как я уже говорил, лучше указывать суммы более-менее округленные в фиатной валюте. То есть, в моем случае, в рублях. Нажимаете «Продажу», следуете инструкциям, получаете средства. На самом деле, ничего сложного. Если вы сами попробуете, в этом легко убедиться. Передупер-обмен на бирже BitGet. Все очень интуитивно, удобно, быстро и надежно. Так, давайте подведем итоги. Для того, чтобы воспользоваться peer-to-peer площадкой на бирже BitGet, естественно, вам нужен аккаунт на бирже BitGet. Если у вас еще нет его, в описании вы найдете мою партнерскую ссылку, по которой получаете лучшие условия. Ну, такие, например, как пожизненная максимальная 20% скидка на торговые комиссии. Аккаунт у вас есть. Следующее, что нужно сделать, это пройти верификацию. Если вы аккуратно и используете хорошую камеру, хорошее освещение, то пройти верификацию можно буквально за 5 минут. Аккаунт есть, верификацию прошли. И, ну, банковская карточка, я думаю, есть у всех. Пользоваться peer-to-peer обменником очень просто. Теперь про те бонусы, которые я обещал. Как же получить 10 USDT? Все очень просто. Если вы являетесь новым пользователем биржи BitGet, и если вы регистрируетесь по моей ссылке, вы автоматом участвуете в этой акции. Вам достаточно совершить любую покупку хотя бы на 50 USDT, и далее совершить одну сделку на споте хотя бы на 50 USDT. То есть, условно, купили 50 USDT на peer-to-peer за рубли, и далее нажали торговля, спотовая торговля, и купили биткоин на эти 55 USDT. Все, вы два условия выполнили, и следующее, что вам остается сделать, это дождаться пополнения вашего аккаунта этими бонусами. Бонусы начисляются раз в неделю на следующий понедельник или максимум вторник. То есть, если вы совершили сделку в пятницу, вот эти 10 USDT вам упадут на счет в следующий понедельник или максимум вторник. По всем вопросам можете писать в комментарии, или вступайте в чатик в описании, я оставлю ссылки. Понравилось видео? Поставьте лайк и поделитесь им с друзьями. Если вы еще не подписаны на канал, включите колокольчик. А я желаю всем профита. До новых встреч. Пока.